Теперь, ну я немножко уже сейчас ближе пойду к налогам, а то наследие меньше, а потом мы опять же повернемся и можем там поговорить и по налогу на прибыль, опять к бухгалтерскому учету. То есть в принципе немножко отойду уже конкретно от этих форм бухгалтерского учета, что там хотела еще, на что-то обратила внимание, если она еще вообще не успела. Значит теперь, следующий момент, ну в рамках нашей отчетности сейчас квартальную, очередную, да, включается и НДС, поэтому несколько таких, не операций, а несколько таких акцентов по налогу на добавленную сумму, чтобы обратить на это внимание, что делается правильно, что неправильно, какие у нас основные такие коррекционные поправки произошли. Но, во-первых, конечно, именно в 9 месяцев каких-то конкретных поправок безусловно не сложилось по налогу на добавленную стоимость. Мы пользуемся теми основными, которые у нас с 1 октября 2011 года и это, конечно, основные такие, я бы не назвала глобальными изменениями, это просто новые документы у нас появились в части исчисления и ведения учета по НДС. Это вот новое постановление 11.37. Значит, на что все-таки здесь я бы хотела обратить внимание, ну в первую очередь это на составление корректировочных счетов фактур. Дело в том, что уже многие организации пользуются корректировочными счетами фактурами, но, к сожалению, составляются они не всегда, не всегда есть основания их составить и предоставить. Значит, дело в том, что когда составляется корректировочный счет фактуры, в 172 статье в 10 пункте четко говорится о том, что вот такой документ появился, необходим какой-либо иной документ, который устанавливает изменения цены или количественного показателя, и этот документ согласовывается двумя сторонами. Ведь смысл корректировочных счетов фактуры, на самом деле, который заложен налоговый кодекс, говорит о том, что составляется корректировочный счет фактуры, если, например, изначально цена, по которой отгружалась продукция или выполнилась работа, была затем согласована двумя сторонами, и она изменилась в большую или меньшую сторону. Поэтому, получается, к условиям договора должен быть какой-то дополнительный документ, как угодно заявить, соглашение, дополнительный акт, который укажет на изменение этой цены, и две стороны подписали. Поэтому здесь имеется в виду стоимостной показатель. И второе условие, когда применяется корректировочный счет фактуры, это к натуральным показателям, когда, например, количество товара было поставлено, например, было затребовано одно, в результате поставлено, при приемке оказалось иное, да, то есть вот этот момент, то есть не то количество товаров, которое было изначально указано в этих документах, было принято, например, тем же покупателям. Поэтому вот в этих двух случаях применяются счета фактуры. Конечно, сегодня есть разные варианты. Кто-то эти корректировочные счета фактуры пытается подвести бодосправление ранее заявленных, кто-то пытается их применить к скидкам. А самое неприятное, это то, что корректировочные счета фактуры начинают появляться, но в то же время организации их получают без оснований. Например, у контрагента изменились какие-то цены или тарифы, и он начинает их применять к ранее заявленному периоду, а организация выдает только корректировочный счет фактуры. То есть, на самом деле, получается, обязательно должен быть вот этот документ, который указывает на то, что цена изменилась, пусть даже за ранний период, в большую или меньшую сторону, и этот документ должен быть согласован двумя сторонами. Как угодно можно назвать соглашение, акт, письмо, лишь бы он просто был. Почему? Да потому что Налоговый кодекс написал, что только при наличии вот этого соглашения выдаются корректировочные счета фактуры. Значит, таким образом, вот это вот как бы обязательное условие. Не один документ, а два в любом случае должно быть. Сегодня некоторые организации, у кого тарифы меняются и так далее, они акты дают, связанные с изменением цены за более ранний период. На самом деле, ничего в этом неправильного нет, две стороны подписали, документ такой появился. Значит, следующий момент. Корректировочные счета фактуры, конечно, в основном, чаще всего, наверное, да, используются на понижение цены. Но здесь тоже нельзя путать, потому что, например, можно скидку заявить к стремотному показателю, к цене непосредственно, да, тогда будет работать корректировочный счет фактуры. То есть изменяется цена в результате применения этой скидки. А можно, например, скидку применить к объему, когда идут ретро-скидки. Здесь, конечно, никакие корректировочные счета фактуры, по сути дела, не работают. Поэтому они все равно здесь идут по-разному. Далее, вот мне бы хотелось, не то, что хотелось, могу просто предложить, как бы, варианты, как у нас могут работать корректировочные счета фактуры. Например, у поставщика и покупателей, какие за этим следуют какие-то действия, что ли. Значит, вот, например, возьмем продавца, который составляет свои операции. И, допустим, этот продавец отгрузил продукцию или выполнил какую-то работу и установил стоимость этой продукции. То есть у него состоялась отгрузка. Например, он там за 118 единиц он исчислил первоначальный счет фактуров, предоставил ее, соответственно, своему покупателю. И на этом, как бы, операция состоялась. А дальше они между собой согласовали и решили, что у них изменится, вернее, решили, что стоимость этой продукции уменьшится, например. Причем уменьшится стоимость ранее отгруженной продукции. Значит, в этом случае они подписывают какое-то соглашение, акт или что угодно. Опять же вопрос такой, если, например, отгружалась продукция по накладной, как править накладную? Ну, никак. Вот на самом деле нет этого порядка исправления накладной. Получается, если она изначально совершалась по этой накладной, взять и исправить ту накладную, по которой уже произошла приемка товара, тоже некорректно. Поэтому нужно сделать просто дополнительный документ и попозиционно в этом акте указать изменение этих цен за этот период. Поэтому здесь, в принципе, организации применяют разный порядок. Но, например, в этом случае четко сказать, что должна быть исправлена первая накладная, это неправильно, потому что согласование изменения цены произошло несколько позже. Раньше налог Гордона заявляли, что в этой ситуации нужно счет-фактуру поправить, зачерпнуть и написать новую. Теперь этого нет. Теперь получается, после вот этой счет-фактуры, после того, как согласовали изменения цены, и сказали, что это будет не 118, например, а 59, поставщик делает корректировочную счет-фактуру. Но первоначально он оформляет документ, в котором пишет, что я теперь изменяю эту цену, и она становится меньше. И покупатель не возражает. И составляет вот этот корректировочный счет-фактуру. Документы эти у нас есть в новом постановлении 11.37, можно посмотреть. То есть они у нас достаточно такие большие. Там отражаются сначала показатели по предыдущей счет-фактуре, затем делаются текущие изменения. И затем показывается, например, если цена уменьшилась, то НДС будет уменьшаться. И ставится минус 9,9. И передается это контрагенту. Соответственно, корректировочный счет-фактура выписывается в течение 5 дней после даты вот этого документа, к которому мы согласовали цены. Можно, конечно, одним днем, но считается это как бы 5 дней, как всегда, это вот тот максимальный срок. Что в этой ситуации происходит, например, причем, опять же, эти документы могут идти как в одном квартале, так и в разных кварталах. Например, даже в одном квартале их тоже удобно применять. Если это разные кварталы, без разницы. Просто здесь единственное, немножко это все умножится только исключительно на формирование отчетности. Например, в следующий квартал, уменьшили эту цену, к примеру, можно отразить это, например, следующими бухгалтерскими записями. Ведь дело в том, что в этом случае и уменьшается цена реализации, потому что мы этот вопрос согласовали. Значит, мы делаем на уменьшение, то есть делаем как бы вот стороны или отрицательные эти, показать, например, 59 единиц. Значит, а дальше в этой ситуации у нас следующее происходит, то есть здесь мы налог на добавленную, поскольку этот НДС у нас также брался за счет нашей себестоимости, то здесь мы не 68 счет, например, а применяемый 93, например, на минус 9 единиц. Что в результате этого получается? В результате этого получается, что у нас как бы, поскольку проводка переворачивается, у нас появляется дебетовая сторона вот этого 19 счета. С одной стороны мы выручку откорректировали, с другой стороны тот НДС, который был изначально-первоначально, он так и уплачивается в бюджет, он там остался. А налоговый кодекс говорит, что если корректировочная счет-фактура составлена на уменьшение, значит, то по этой корректировочной счет-фактуре вот эта сумма НДС, которая была переплачена тогда, и вот эта разница, она у поставщика берется к вычету. Поэтому и получается, вот он получается, вот этот 19 счет, который мы в текущем периоде ставим к вычету и уменьшаем в налоговой декларации. Вот он. То есть он здесь минусом, поэтому перевернулся, а здесь он такой плюсовой. То есть это вот те же бухгалтерские операции, которые могут отражать характер вот этих корректировочных счетов-фактур. Значит, поэтому что происходит? В налоговой декларации у поставщика первоначальный период не меняется, а в текущем периоде, когда он выдал этот корректировочный счет-фактур, у него она отражается в книге покупок. Получается, и он ставит ее в покупке. То есть разницу вот эту он ставит к возмещению, ставит к вычету. В том периоде переплатил, в этом периоде, получается, уменьшил. Это его позиция. С точки зрения бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете мы всегда имеем право править свою доходную часть. Более того, бухгалтерский учет нам не говорит о том, что если, например, вы отгрузили по одной цене, а потом ее скорректировали, вы обязательно должны править тот период. Такого нет. Мы правим тот период, в котором эта ситуация стала очевидной. Поэтому возникает вопрос тогда, что делать в этой ситуации с налогообложением. Учитывая то, что в данной ситуации с учетом изменения этой цены выручка по налогу на прибыль или выручка от реализации тоже уменьшилась, то, конечно, следует также исправить и налоговую декларацию по налогу на прибыль. Но ведь вот эта ситуация показывает то, что у нас выручка уменьшилась. А это значит, по налоговой декларации, хотя налоговики в некоторых случаях рассуждают так, что это все равно уменьшилась выручка того периода, в котором была отгрузка. Но опять 54-я статья здесь совершенно спокойно работает. Почему? Потому что налоговый кодекс нам говорит о том, что если вдруг даже это будет расценено как некая ошибка, которая произошла, то если данная ошибка не приводит к доначислению налогов, то мы можем ее исправить в текущем периоде. Поэтому если мы этот показатель уменьшения выручки покажем в текущем периоде, второй, третий, четвертый квартал, на ту дату, когда она легла, мы ничего не исказим и ничего не исправим. Тем более переплата у нас уже за более ранний период состоялась. Как бы мы и налог на прибыль поправим нарастающим итогам или тем кварталам, в котором уменьшилась эта выручка. Поэтому в принципе проблема может совпадать с бухгалтерским учетом. И здесь и налог на прибыль, и доход, вернее и доход от реализации, выручка от реализации также могут совпасть и лезть в один период. А вычет будет взять также в том периоде, в котором мы корректировочный счет фактуры нарисовали. Поэтому никакой здесь сложности не возникает. А другая ситуация, например, возникает у покупателя. То есть покупатель изначально приобрел, например, эти товары за 100 единиц, получил входящую сумму налога на добавленную стоимость, и он в принципе эту сумму налога на добавленную стоимость в этом же периоде принял к вычету. То есть у него вот так ситуация состояла. Значит, но затем он уже эту сумму к вычету взял. Но затем у него возникает корректировочный счет фактуры в следующем квартале, в котором он получил ее от своего продавца. В налоговом кодексе говорится о том, что если покупатель получил корректировочный счет фактуры, то он тоже не возвращается в более ранний период в этом случае, да, потому что здесь произошло уменьшение цены. А он сумму налога на добавленную стоимость, вот эту разницу, он должен ее восстановить. То есть это значит, что он должен восстановить и отразить ее в уплате в бюджет, вот эту разницу в том периоде, в котором получил такой корректировочный счет фактуры. Но если быть более правильным, буквальным, как налоговый кодекс пишет, он говорит, вот это восстановление отражается по наиболее раннему из документов. Подразумевается или это акт на согласование уменьшения этой цены, или это счет фактура. Потому что если, например, акт пришел 31 марта, а счет фактур 2 или 3 апреля, значит восстановление нужно будет сделать просто в первом квартале. Это вот прям четко там прописано. Поэтому что происходит в этом случае у покупателя? Покупатель, например, получает изменение цены. Ну здесь вот эта операция или правка себестоимости, она во многом зависит от того, проданы ли товары или не проданы. Если эти товары не проданы еще, то можно 41 взять. Если они проданы, то можно за счет себестоимости поправить этот показатель, убрать его, уменьшение. Потому что здесь, ну вот самый, допустим, простой, опять же, вариант минус 50 единиц мы здесь сделали. Дальше. А вот этот вариант, например, я опять же предлагаю, можно так сделать, например, корректировку, чтобы эту сумму восстановить. Они же идут опять у нас минусовые. Например, 68 счетом. То есть мы поправим задолженность поставщика минус. Ну и вот эта операция, поскольку она идет с минусом, реально-то получается, что она отражается у нас по 3,68. Вот она легла поплатить бюджет. В этом периоде она идет к восстановлению. То есть получается, можно вот такой механизм использовать. Потому что реально она, на самом деле, переворачивается. Вот получилась задолженность. А эта задолженность стоит поплатить бюджет и вот таким образом отражается. Как бы восстанавливается. Но единственное здесь опасение в том плане, что нужно смотреть на наиболее ранее издать. Скажите, пожалуйста, а вот возникает часто такой вопрос с расходами по магнитной связи. То есть такие операторы, как МТС, Билайн, они регулярно пытаются нам выслать корректировочный счет фактуры с отрицательными значениями. Но по ним, разумеется, никаких пересогласований, то есть и каких-то двухсторонних подписанных документов их нет. Они вот просто прислали, потому что мы вот просто так пересчитали. Ну я понимаю. Ну я как бы, что в этом, какого-то накопленного корректировочного счета фактура нет, на основе чего можно говорить. Но я считаю, исходя из налогового кодекса, это действительно ошибка. То есть получается ведь какая ситуация? Корректировочный счет фактура обязательно должна сопровождаться. Почему я упорно это делаю? Там четко это прописано. Значит, получается, получив такой корректировочный счет фактуру без согласования. В результате получается, вы получаете как бы недействительный документ, да, как с ним поступать. Считать, что на самом деле, если это не согласовано с вами изначально в плане уменьшения, значит вы в этой ситуации можете к этому документу не относиться как к корректировочному. Не то, что можете, вы не относитесь к нему. А это значит, возможно, за более ранний период вам предоставили неправильные счета фактуры. Должны давать исправление, а не корректировочные счета фактуры. Но они же ничего не дают. Я опять же говорю, здесь проблема заключается, как всегда, в наших монополистах. То есть, будем так говорить, они должны делать эти документы, а они их не делают. И здесь та же самая ситуация, сколько от этих компаний у нас поступало документов с той же пансимильной связью, и несмотря на то, что уже и суды, и президент у вас даже уже пытается запретить эту ситуацию, все равно получается организация этой ситуации пользуется. Но единственное, что я хочу сказать, все зависит, конечно, от величины этих расходов. Если они у вас существенно корректируются, и суммы большие, то, конечно, и налоговики могут спорить, говорить о том, что вы получили документ, как корректировочный счет фактуры, но она не соответствует указанным требованиям, значит, вы должны получить для исправления тех или иных показателей счет фактуры с исправлениями. То есть, начнется вот это вот несоответствие одно другое. Я понимаю, к счастью, они незначительные по суммам, но они регулярные. То есть, настолько регулярные, и они пытаются инвестируют там несколько кварталов. Я что я в этом случае все-таки предлагаю? Я понимаю, что ситуация только началась, но строим мы сами друг друга, да, поэтому написать им письмо, согласно такого-то пункта мы обязаны нам. В противном случае ваши корректировочные счета фактуры считаются недействительными. Вот эти вот моменты. Ну что говорить, сколько писали? Или какие-то другие механизмы там подключать, может быть, написать письмо в Минфин, в конце концов, да? Или обратиться вот со следующего года все компании, или, как правило, бухгалтеры вступают в... Тоже создаются у нас вот такие саморегулируемые организации. Можно через саморегулируемую организацию будет возможность воздействовать, например, на других контрагентов. Но я понимаю, это... Ну вот неправильно это. Вот в моем понимании это совершенно неправильно. Скажите, пожалуйста, если они присылали корректировочный счет фактуры, в принципе, невыгодно их отразить, потому что недействие уменьшится, да? Я их отражаю. И потом там в конце месяца или в конце квартала я отправляю акт сверки, чтобы сумму пошли. Здесь я не отражу, у меня сумма не бывает. Вот то, что двусторонние подписаны акты сверки, они не являются тем, что все-таки мы между собой, нет? Нет, ну вы сверяете задолженности, а здесь вы сверяете стоимость. Ну разные документы, согласитесь. То есть по идее получается, должен быть документ. Конечно, я не исключаю того, что пройдет время, и возможно какие-то суды защитят позицию, как всегда, устного соглашения. То есть, если вы получили, можно и так рассуждать, если вы получили эту счет-фактуру, если по счету-фактуре вы согласны с этим, значит вы устно, согласно гражданскому законодательству, согласились с этой ценой, значит никаких возражений нет. Это будет, и возможно мы эту ситуацию защитим. Но это немножко потом. Первоначально просто и со стороны налоговиков могут быть пределки к таким корректировочным счетам. Я понимаю, я понимаю. Но вот я почему и говорю сейчас, что те контрагенты, которые выдают эти счета-фактуры, часто без сопровождающего документа, они не правы. Они не правы. Но все, как бы, будем думать, время или в конце концов, может быть, самим документ, опять исходя из величины, большая сумма изменений. Может быть, самим написать это письмо, или какой-то акт написать, что согласно вашей корректировочной счет-фактуре, например, изменилась цена. Правильно ли мы вас понимаем, вы изменили стоимость того-то и того-то. Отправить им это письмо, потом получить, например, ответ от них. Может быть, так. Все зависит от величины, я понимаю. Когда маленький, может быть, не будешь связываться. Но, тем не менее, может быть, эта ситуация устояться. Но пока в налоговом кодексе эта ситуация четко прописана. Документ написан. Нужно иметь документ. Вот у нас, например, НДС к вычету по авансам. Тоже сначала четко сказано. В договоре должно стоять основание для уплаты аванса. Вот такая фраза есть. И налоговики, проверяя вычеты по авансам, когда мы перечислили аванс и берем вычеты, они, естественно, открывают договор и видят, есть ли там указание на то, что мы перечисляем на основе аванса. И отказывают. Вот такие есть прецеденты. Если у вас вычет взят, например, без указания в договоре, на этот аванс отказывают в вычете. Но уже есть, вот в московском округе нет, но вот в одном или в двух округах я уже читала такие судебные решения, где там суд сказал, но в данном случае присутствовала устная договоренность, например. То есть и суд поддержал, сказал устно же, договорились на условиях аванса, значит, можно вычет взять. Но это все равно упрется в то, что сначала будет спор, сначала будет суд, сначала все поспорим, а потом, может быть, к чему-то и придет. Ну, положено так, понятно, что это неприятно, что так делается. Акт какой-то все равно как-то нужно изменять, даже показатели прошлого периода. Даже любой акт, который его в прошлом году посоставили, например, на услугу, а в этом периоде нам дают корректировочный счет фактуры. Корректировочный счет фактуры меняет только сам показатель НДС, но корректировочный счет фактуры не меняет сами суммы. Поэтому в любом случае, чтобы сумму поменять предыдущую, тариф надо какой-то документ дать, все равно без него никак не обойтись. Поэтому, к сожалению, вот я почему на это и обращаю внимание, что я уже просто это и сама вижу, и говорят, организация шлет, но получается, мы как бы сами неправильно отражаем эти корректировочные счета фактуры. Хотя ничего сложного, уж такого в них нет. И еще такой момент. Вот здесь был ряд писем, кстати, тоже вот письма предложу, чтобы вы могли убедиться и как бы еще раз показать их по этим корректировочным счетам фактурам. Так, например, вот такое письмо Минфина от 12 мая 2012 года, то есть о сопроводительных документах к этим счетам фактурам. 12 мая 2012 года. Номер письма 03-07-09-48. 03-07-09-48. И еще сложилась такая тенденция, тоже немножко хочу ее пояснить. Это вот стали применять счета фактуры, такие корректировочные, к возврату товара. Но что в этом случае пишет Минфин? Минфин как бы эти две ситуации разделяет. Вот он рассматривает так ситуацию. Принят на учет товар или не принят на учет товар? То есть исходя из этого практически складывается такая ситуация. Значит, если организация получила товары и до момента их оприходования, например, на тот же 41-й счет, она ведет приемку этих товаров, видит, что вместо 20 штук она получила 10 штук, например, а остальные 10 бракованные, некачественные, и она готова их вернуть сразу, то в этом случае она приходует только 10 штук на основании этих документов, принимает НДС к вычету только с этих 10 штук, то есть делает все как положено. А ее контролирует на эту разницу, делает ей корректировочный счет фактуры. То есть в принципе, но при этом они пишут там письмо о разногласиях, о том, что там количество или как бы качество не соответствует и так далее. То есть вот этот первичный документ и будет соответствовать тому, что здесь действительно можно эти товары вернуть. То есть это тоже называется неким возвратом товаров, но только в этом случае приемка уже осуществляется и принятие к учету на стадии принятия. Второй вариант, приняли на учет, и тогда уже выявление идет в течение гарантийного срока. В этом случае, Минфин пишет, нет, нельзя применять корректировочные счета фактуры. Значит, в этом случае тогда получается, контрагент, который принял на учет, он должен все равно возвратный счет фактуру делать. Это может и не быть реализацией, мы уже говорили об этом несколько раз. То есть если вы приняли на учет товары, и они действительно не соответствуют требованиям качества, и это действительно подтверждается, вы пишете своему контрагенту претензионное письмо, согласно гражданского законодательства, на самом деле принятие даже на учет некачественных товаров говорит все равно о неисполнении обязательства этим контрагентам. Поэтому то, что вы будете потом их возвращать, это никак не реализация. Реализация тогда, когда вы просто без понимания, почему вы возвращаете, ему их отдаете. Поэтому пересортиться, некачественность, которая оформляется в виде такой дефектной ведомости, это все говорит об отсутствии реализации. Просто идет возврат в связи с тем, что контрагент не выполнил перед вами своих обязательств. В этой ситуации делается возвратный счет фактура. И, к сожалению, налоговики постоянно о ней говорят, и даже суды все равно соглашаются с тем, что она должна быть. Хотя реализации никакой нет. А говорят только исключительно потому, что тот контрагент, который вам эти товары реализовал, он на основании этого возвратного счета фактура, опять же, не НДС, который он уплатил в бюджет, будет корректировать, а поставит эту счет фактуру к вычету в периоде возврата, как налоговый кодекс говорит, или не позднее года с даты возврата. То есть здесь тоже механизм нарисован, и поэтому она должна быть. Но вопрос возникает о том, что, а если организация, которая возвращает, вот многие, да, она не платильщик НДС и так далее. Вот в этом отношении Минфин тоже выпустил очень хорошее письмо, и вообще непонятно откуда они сказали, что в данной ситуации могут также применяться корректировочные счета фактура. То есть если возврат осуществляет контрагент, который не платильщик НДС, то данная ситуация может также регулироваться корректировочными счетами фактура. То есть они считают, что это тоже, по сути своей, как бы непринятие к учету. Я считаю, что единственным можно просто воспользоваться этим письмом. Иногда логика отсутствует или понимание, но тем не менее удобно. Это письмо Минфина от 16 мая 2012 года. 16 мая 2012 года. Номер письма 03-07-09-56. Значит, поэтому, конечно, вот такая ситуация у нас сложилась с корректировочными счетами фактурами. Значит, в следующей ситуации тоже хочу обратить внимание, потому что много писем стало по этому поводу, разъяснений. То есть на самом деле нужно понимать еще ситуацию. Был долгий период, когда налог на добавленную стоимость налоговым органам проверялся как. Налоговые органы брали счета фактуры, могли посадить специалиста не столь очень грамотного, и проверяли счета фактуры. И вы помните, прекрасно, любая зацепка в счет фактуре, что-то там не так указано, аббревиатура не так, ни с большой буквы, а с маленькой написали, прочерк не стоит, и все. Начинали отказывать в этих счетах фактур. Ну, самый простой вариант. Сложили в стопку счет фактур недействительно, как бы, и этот вычет убрали. В конце концов, отспорили счета фактуры. И сегодня мы уже понимаем, что рисков в плане заполнения счетов фактур практически очень мало. Практически их нет. Даже если сегодня поднять вот этот вопрос по поводу того, что у нас с 1 апреля 2011 года у нас на самом деле действуют новые документы, которые теперь связаны с регулированием и расчетом налога на добавленную стоимость, то и там, несмотря на то, что изначально все очень напряглись, исходя из этих документов, то сейчас я считаю, что не надо так напрягаться, нужно расслабиться, и как жили раньше, так и живем. Просто немножко другие документы появились. То есть, даже несмотря на то, что там появились новые графы, там появились новые коды и так далее. То есть вопрос заключается в том, ну насколько уже это опасно все и риски возникают. Ну, во-первых, будем так говорить, что там у нас, ну, код валюты, код наименования валюты, код единицы измерения, код страны происхождения. Помимо того, что сами эти показатели ставить, еще нужно вот эти коды искать. Да, если неправильный код, а если вообще не показали, а если единицу измерения вообще не ту поставили, да, и так далее. Насколько это все рискованно? Дело в том, что Минфин сейчас пишет письма, которые вполне поддерживают налогоплательщика. В каком плане? Он повторяет то, что было изначально написано. С 2010 года, в статью 169, во второй пункт включили фразу, которая сейчас практически во всех письмах повторяется. В этой статье, в 169 пункте, в втором, там второй абзац, говорится о том, что если в счетах фактурах выявляются ошибки, мы их неправильно составили, да, например, нет кода, мы говорим ошибка, там, наименование, я имею в виду, единица измерения не то, опять ошибка. Если выявляются ошибки, но эти ошибки не препятствуют налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать, значит, определить, выявить продавца, покупателя, а к продавцу, к покупателю что относится? Наименование, идентификационный номер, да, это вот самое, по каким реквизитам его можно идентифицировать. Дальше, наименование товаров, работ, услуг, имущественных прав, то есть это нужно, конечно, написать, чтобы было понятно что-то. Дальше, стоимость этих товаров, работ, услуг, налоговая ставка и сумма налога, то такие счета фактуры считаются правильными, и их можно принимать к вычету. Получаем постановление 11.37, и в этом постановлении, буквально в первом разделе в порядке оформления счета фактуры, та же самая фрага запрописана. И она пишется немножко по-другому, она написана, она тоже говорит, что если выявлены ошибки, которые не препятствуют налоговым органам при проведении проверки идентифицировать те же самые реквизиты, то в этом случае новые счета фактуры не выдаются. То есть получается, что даже сегодня, в той ситуации, в которой мы имеем, например, мы получили, я просто такую ситуацию рассматриваю очевидную, которая может иметь место. Например, допустим, вы получили счет фактуры, в этой счет фактуры, например, отсутствуют вот эти коды. Более того, например, вы считаете, номер как-то неправильно поставлен, там дробь стоит, а никакого обособленного подразделения нет. И вы к своему контрагенту обращаетесь и говорите, вы неправильно реквизиты нам заполнили. А он в результате открывает вот этот пункт и говорит, а здесь на самом деле про номер вообще ничего не сказано. Здесь, говорит, идентифицировать надо продавца-покупателя, а я правильно назвал название товара, я правильно назвал, стоимость правильная, ставка правильная, сумма МДС правильная. Чего вы ко мне прицепляетесь? Здесь сказано, новый не выдается, я вам не дам. Понимаете, вот это то, что заложено как логика. Поэтому, если вы получили такой счет фактуры, но не считайте, что она неправильная, никто к вам не имеет права придраться, эта норма защищена и налоговым кодексом, и постановлением 11.37, и письма налоговики пишут, и именно такие же, абсолютно. Поэтому они эту ситуацию повторяют. Поэтому я вас уверяю, никто снова вот так вот с пристрастием счета фактуры снова проверять не будет с точки зрения налоговиков. Самое главное прицепиться, это ни к чему уже. Просто это некий такой механизм автоматический, который заложен в постановлении 11.37. И если он в автоматическом режиме выдается, ничего в этом страшного нет. Пусть выдается. Но если вдруг сбой произошел, или что-то не так указали, кроме вот этих признаков, все равно это не важно. Ведь МДС, он работает по своим правилам. Важно не вот эти вот мелкие, несущественные моменты определить, да, а важно именно идентифицировать, что та сторона должна бы уплатить этот МДС, а мы бы вычет его взять. А письма, они, вот они, пожалуйста. Вот, например, письмо Минфина. От 21 июня 2012 года. Тоже повторяет вот эту фразу, что все не страшно так. 21 июня 2012 год, номер письма 03-07-09-62. 03-07-09-62. Поэтому за такие неточности, поэтому автоматически, по сути дела, и номер, и даты, они как бы становятся несущественными. Например, грузоотправители, грузополучатели тоже здесь не прописаны, да. Дальше номер платежно-расчетного документа, да тоже он не прописан. То есть, получается, эти реквизиты, они невольно становятся несущественными. И по несущественным реквизитам никто из налоговиков даже в суд не пойдет. Они понимают прекрасно, сейчас даже доказать эту ситуацию можно сразу. Поэтому все равно никакой специальной установки налоговикам на предмет пристальной проверки счетов фактуры так и не было. Как в 2010 году отпустили их и не стали так пристально проверять, так то же самое и будет продолжаться. Опять же, вот произошел тут некий переполох по поводу вот этой дроби, которая здесь в постановлении 11-37 прописана. И налогоплательщик на основании, если помните, вот эти вот вопросы, что дробь указывается, вот номер с дробью указывается, если организация получает счет фактуры через обособленное подразделение. То есть как бы постановление 11-37 установило порядок такой нумерации. Но в своих письмах, опять же, Минфин пишет, что порядок нумерации устанавливается в учетной политике. И может быть такая ситуация, например, вы получаете счет фактуру с дробью, а может там их 2 и 3 в результате. Вам кажется, что там нет никакого обособленного подразделения, вы получили от головной организации. А тем не менее, вы говорите, вообще-то номер такой должен быть только через обособленное подразделение идти. То есть это опять не говорит о том, что вы такую счет фактуру получили неправильную. Это опять просто заложен порядок нумерации, который будет идти в автоматическом режиме. Если у вас другая система и по-другому идет нумерация, но дроби эти повторять, это тоже не ошибка. И Минфин опять пишет, он пишет, ну да, положено, как бы сказано в этом документе, но если вы получили с такой ошибкой, это не является основанием для отказа. То есть это не та ошибка, о которой сегодня идет речь. Поэтому, пожалуйста, вот еще вот это вот письмо, которое разъясняет, что первая очень неучетная политика, это несущественные вот эти номера в счетах фактур с разделителями, знаками. Это письмо Минфинат 22 мая 2012 года. 22 мая 2012 года. Номер письма 03-07-09-59. 03-07-09-59. Поэтому, что остается основным? Это наименование, это идентификационные номера, которые должны быть правильными. Как бы по ним идентифицировать можно, как бы проверять. Дальше, ну, конечно, с адресами тоже такая же заморочка. Может быть фактически, может юридически. Конечно, положено юридически, но, в общем-то, и раньше суды говорили, даже если фактически, все равно это реальный адрес. Вот она фраза основная. Идентифицировать можно по этому адресу. Вот он фактически находится. Дальше, конечно, вот это наименование, стоимость, ставка налоговая, сумма налога на добавленную стоимость. И хоть здесь отсутствует это, все равно подписи. Вот от подписи никуда не денешься, хоть они здесь, как таковые, не прописаны. Потому что отсутствие или неправильные, не те подписи, например, допустим, когда они не идентифицируются с течением времени. Кто-то подписал счет фактуру, например, а контрагент не подтвердил потом, что это его сотрудник и так далее. Вот все-таки убеждаться в достоверности подписей надо. Если есть расшифровки по приказу, по доверению, ну вообще замечательно. Если нет этих расшифровок, но желательно все равно, чтобы они были. Почему получается подпись? Она как бы подтверждает достоверность этого документа. И она подтверждает вот это требование, которое любят налоговики, осмотрительность. То есть вы, получив документ, убеждены, что это добросовестный контрагент. Что вы заключили договор не с фиктивным контрагентом. Поэтому лишний раз просто убедиться и попросить, может он там выпуску из приказа делает, может быть доверенность. Это просто не лишнее бывает. Потому что когда начинается спор, то в первую очередь налоговики начинают обращать внимание на подписи. Кто подписал, действительный контрагент, недействительный. Поэтому хоть здесь этого нет, это такое негласное правило, на это все равно надо обращать внимание. Потому что эти риски все равно могут сложиться, они потом в совокупности сложатся и могут стать таким основанием. Поэтому это то, что касается вот этих счетов фактур. Поэтому вроде бы как и что-то новое, но уж ничего особого нового нет такого. То есть я имею в виду, не так уж все это ужасно. Дальше. Что еще касается вот этих изменений, которые у нас здесь прошли. На самом деле, вот, например, ну такая маленькая разница. Я думаю, что она автоматически у вас решится. Если, например, в этом же периоде выдается счет фактура, вернее, аннулируется счет фактура или что-то исправляется, значит, делается с минусом в книге покупок. Только если аннулируется за более ранний период, тогда дополнительный лист оформляется. Вот они здесь моменты вот эти прописали. Вот эти исправленные счета фактура. Вот есть такое правило, на которое делают упор налоговые органы. И тем самым они подчеркивают теперь, что споры с ними бесполезны, якобы, по этому вопросу. Имеется в виду, что здесь написано, что исправленный счет фактура регистрируется по дате получения. Вот они очень раньше с этим спорили. А спорили в каком смысле? Например, раньше счета фактуры. Кстати, исправлять счета фактуры через номер исправления нужно те, которые были выданы с 1 апреля. Если же счет фактуры была выдана ранней датой, то там по-прежнему зачеркивание идет. Тоже имейте в виду вот такой порядок. Он, к сожалению, в постановлении 1137 прописан. То есть имеется в виду в данном случае следующее по поводу исправления. Раньше мы как? Зачеркнули старый счет фактуры, подписи сделали, заверили и отдали. И налоговики, когда они проверяли, они говорили, а почему, например, нет даты исправления? То есть должен контрагент был поставить дату исправления. И они в этом случае требовали, чтобы мы сдали уточненку за тот период, убрали этот вычет, например, по счету фактуры. А когда получили эту счет фактуры в этом периоде, тогда этот вычет поставили. То есть наставили на этой позиции. Но позиция, она все равно разная была. И очень много судов говорили, исправление счета фактуры подтверждает его действительность. И поэтому суды так говорят, что даже если исправили счет фактуры, значит она была изначально действительно. Почему нужно эти вычеты убирать из того периода? Даже в процессе документальной проверки, когда спорили по счетам фактуры, были раньше прецеденты. Когда, например, в ходе проверки документальной, она там идет 2-3 месяца, выявляются счета фактуры неправильные. Контрагент быстренько раз к своему, допустим, поставщику, тот исправил счета фактуры. Когда налоговый акт пишет, вот эта организация говорит, вот, пожалуйста, мои нормальные счета фактуры. И налоговая уже вроде как и должна их принять. Пытается отказать, а суд говорит, нет, они действительно, потому что на дату уже составления этого акта налоговой проверки счета фактуры правильные были. Вы обязаны их принять. Не важно, что исправление более поздней даты прошло. Они все равно к тому периоду относятся. Вот эта спорная ситуация, она была на самом деле. А сейчас они решили сделать порядок и сказали, исправленные только подать получение. То есть тем самым говорят, оттуда убирайте, аннулируйте, сдавайте уточненку и ставьте подать исправление сюда. То есть пытаются этот порядок, если, опять же, не будет в этом отношении споров. То есть старая практика, она как бы осталась раньше. И, конечно, я вот упор делаю на то, что есть, конечно, изменения, на которые следует обязательно обратить внимание. Это все-таки оформление счетов фактур, если вы работаете в этой ситуации как комитент, и кто-то для вас что-то делает через комиссионера и агента. Вообще договоры комиссии, они все время какими-то рисковыми, но не какими-то рисковыми являются. Налоговые органы давно себя убедили, что не должно быть вот этой комиссионной цепочки, а мы ее применяем. И поэтому разными путями пытаются ее как бы привести в такое соответствие, пытаются вот эти требования предъявить. И надо сказать, по оформлению таких счетов фактур, на самом деле, налоговые органы еще в 2009 году написали тогда письмо. Первый раз это письмо пытались навязать налогоплательщикам, но особо его не приняли. Почему? Потому что, ну, налоговый кодекс об этом не говорил, старое постановление не говорил, ну зачем тогда применять письмо. А вот сейчас практически логику того письма ввели в постановление 11.30. Я имею в виду ситуацию, когда, например, комитет заказывает через агента что-то приобрести. Вот этот момент. И вот сейчас письмо это дам, тоже здесь они расписали эту ситуацию. То есть если вы, как комитет, заказываете что-то приобрести через агента или через комиссионера, то когда комиссионер выдает вам назад, то есть он купил что-то для вас, получил от покупателя счет-фактуру, и он же должен эту счет-фактуру вам переписать. Эта счет-фактура у комиссионера, она не отразится в книге продаж. Она у него через журнал идет только, у него же нет выручки по этой. Но в этой счет-фактуре он обязательно в качестве поставщика должен показать реального поставщика. Не себя комиссионера, а реального поставщика. При этом номер он свой ставит, а дату он должен обязательно соблюдать ту, по которой эту счет-фактуру выдал ему поставщик. Переписав подписи, делает свои. Переписав эту счет-фактуру, он должен дать ее комитенту. Только по такой счет-фактуре комитент может принять НДСК вычет. В противном случае получается, что не будут такие счета фактуры, налоговые будут отказать. Вот это действительно серьезно. То есть первое, что пойдет, это вот по таким счетам фактуры. Потому что здесь что-то сложно очень доказывать. Если мы откроем с вами налоговый кодекс и реквизиты счетов фактуры, там написано наименование поставщика, не комиссионера, наименование поставщика. То есть получается, даже налоговый кодекс нам ничего об этом не говорит. И получается, поскольку налоговый кодекс все равно конкретным реквизитом ставит поставщика, постановление 1137 это разъяснило, у налоговиков очень легко ссылаться на этот документ. Поскольку никакого другого нет, кроме данного документа, суды, естественно, будут принимать их позицию. Поэтому если вы заказываете что-то в части приобретения, не вы как комитент реализуете, а комиссионер дальше продолжит. Здесь нет никаких особых рисков. Там, в принципе, даже если немножко не так счета фактуры будут написаны, это не проблема, потому что комитент это все равно реализует, ему без разницы. Он все равно платит эту сумму. А вот на вычет очень важно через комитента получать правильные счета фактуры с указанием именно реквизитов поставщика и с указанием той же даты, по которой выдал поставщик данному комиссионеру товары. В этом отношении, конечно, нужно помнить, когда идет комиссионная сделка, то нужно и внутри, если вы учитываете такие комиссионные расходы, на пакет документов обратить внимание. Ведь дело в том, что идут все время споры по поводу того, что неправильный пакет, это уже для налога на прибыль, неправильный пакет документов. Например, если вы действуете через комиссионера и агента, он обязательно должен представлять вам отчет. Просто не может быть в природе акта, я услугу выполнила, она стоит 3 рубля. Нужно обязательно написать за что, а это уже отчет целый. Более того, гражданский кодекс говорит так, что к отчету комиссионера и агента прилагаются документы, подтверждающие проведение сделки, если иное не приснут, смотря на договор. На что и делают упор налоговики. Они говорят так, что если в договоре не сказано, что нам только отчеты, не представляете документы, значит должны весь пакет представить. Вот недавно судебное решение было такое, где он налогоплательщик только отчеты представлял в качестве подтверждения комиссионной сделки. И при этом он сказал, ну я же не потребовал через договор. А суд наоборот сказал, что в гражданском кодексе сказано, если не сказано в договоре, то предоставляется весь пакет документов. Значит в договоре нужно сказать, дайте мне только отчет и больше ничего. Но при этом все равно счета фактуры теперь надо также от них спросить. Я имею в виду копии, конечно, документов. Вот письмо можете тоже посмотреть. Письмо Минфина было 21 июня 2012 года. 21 июня 2012 года. Номер письма 03-07-15-66. Ну, пожалуйста, если есть весь пакет документов, то там много что фактуры, потому что разные организаторы, там отводы каналы, еще отходы, у нас вот свое здание, да? И те, кто с нами в здании вместе сидит, все через них делают, потому что все там входы, наступы у нас. И там они пристали в пакет документов, говорим, отводы каналы, и там и тепло, и все, 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 все. И потом оставляют нам, значит, что-то... Единую сводную? Да. Ну, не положено теперь. Ну, не положено. Они должны взять и каждую переписать, вам передать. За весь квартал, вот все, что там делалось там. Вот Минфин пишет, не положено сводную давать, такая не предусмотрена. Они должны переписать и каждую дать. Я понимаю, что это морока, я тоже. Но я пока вот в данной ситуации не могу найти путь решения. То есть, получается, ведь, а как они в этой счет-фактуре? Они же должны каждую счет-фактуру от конкретной организации переписывать. Каждую счет-фактуру от конкретной переписки. А как они ее от себя пишут? Вот и получается, они пишут этот счет-фактуру от своего имени, прилагая те счета-фактуры на эти оказанные услуги. В результате вы получаете неправильную счет-фактуру. И это же счет-фактура, которая им пришла. На все здание, там же сумма тоже другая. Не то, что они только для нас что-то делают. Они часть там употребляют тепло, сами себе часть мы употребляем. Но все равно они же вам перепоставляют этот расчет на основании той счет-фактуры. Все равно на основании ее они вам перепоставляют. Значит, они должны реального поставщика все равно показывать. То есть, это вот сейчас, с 1 апреля. Мы почему долгое время и блокировали вот эти вот их решения? Почему и письма те не принимали? Потому что это очень технически сложная проблема. И не каждый возьмется за это переписывание. Но сегодня получается такая ситуация. Когда разовая поставка, я представляю, когда за кварталом... Ну, на самом деле, конечно, в организации очень часто не разовые поставки. Я тоже все прекрасно понимаю, понимаю, что это проблема. Но я, тем не менее, считаю, что это риск. Потому что вот я даю это письмо, а здесь даже вопрос именно такого характера. И все спишут, а может ли он сводную дать? А Медвина пишет, нет, сводную. А кому налоги тогда? Даже в самой ситуации, если идет переписывание от них, значит, они должны взять, ну, счет, вот тот же самый вопрос. Взяли вот эту счет-фактуру, ту долю, которую вам переписали. И так сидит бедный арендодатель и на всех переписывает счет-фактуру. Если он выступает как посредник, да, если он выступает как агент за агентское вознаграждение, вот этот момент получает. А в договоре должно быть это. Потому что если он выступает не как агент, а просто возмещение передает, да, то тогда о чем здесь разговор говорит? То возмещение, оно вообще в рамки не укладывается. Поэтому на самом деле он может здесь, конечно, то есть получается как бы само по себе возмещение, это такая ситуация, которую то примут суды, то не примут суды. По-хорошему на возмещение нет никаких счетов-фактур, да, и все. То есть выдал счет на оплату и будь доброплати, причем тут налог на добавленную стоимость. Поэтому, может быть, немножко изменить эту схему, или в конце концов, или последний вариант, я купил эту электроэнергию и вам ее продаю. Вот я от себя выписала ее, пожалуйста. Получается продажа. Нет, но если мы выставляем постоянную часть и выставляем переменную часть. Постоянная и переменная часть, это вполне нормальное состояние. Это значит, вы просто продаете арендную услугу вместе с коммунальными платежами. И все, коммунальные платежи, это обычная, в этой ситуации вы выдаете обычную счет-фактуру. И к ней прилагаем все, что вот нам выделено. В этой ситуации, когда вы выдаёте обычную счет-фактуру, в ней постоянная переменная часть, я бы так сказала, можете прилагать пакет документов, а можете не прилагать. Ведь дело в том, что... Нет, мы разное делаем, потому что в разное время приходят... Я понимаю, просто тем самым вы как бы этим пакетом документов подтверждаете, что вы правильно составили переменную часть. А на самом деле вы же, получается, просто продаете им ту же самую, те же самые коммунальные расходы. Вы купили их, на себя взяли, посчитали, какую часть им продали. Это не говорит о том, что вы обязательно должны продать с наценкой, вы можете продать и с нулем, да? Но вы продаете, а тогда составляется переменная часть. Поэтому здесь просто три разных варианта сложились. То есть вот это у нас нормально. Это абсолютно нормально. А другой вариант, про который я говорю, если мы говорим про коммунальные платежи, тоже была схема, которую предлагали. Может быть, сейчас она в связи с этими документами и начнет распадаться. То есть я, например, являюсь агентом по заключению договоров с коммунальными службами в интересах своих арендаторов, к примеру. И заключаю договоры с своими арендаторами за процент вознаграждения, за рубль, например, или за копейки, что-то себе беру. Поэтому я получаю от них эти коммунальные услуги. И, соответственно, как агент, переписываю счета фактуры, пишу наименованием ту коммунальную службу, которая мне предоставила эти услуги, и передаю своему контрагенту. У себя у меня нет ни доходов, ни расходов. Бухгалтерский учет через 7-6 счет пошел. А себе в качестве дохода вознаграждения только пишу. Вот этот рубль и копейку. Второй вариант был как агентство. Но сейчас и получилась вот эта проблема. Самому этому агенту ему все равно. Он перевыставил и все. А та сторона, которая получает через агента счет фактуру, она должна получить счет фактуру, не выписанную самим агентом, от своего имени, она выписанная действительно самим агентом, а выписанная от того поставщика, который эту услугу оказал, или эту работу выполнил, от его имени. И вот в этом проблема, потому что тогда у организации потребителя получится, что счет фактуру ему выдан неправильный, и налоговики ему откажут в вычете. Вот опять еще в чем проблема. Счет фактура от самого поставщика, а подпись агента, значит, вот этого агента. А подпись агента, да, вот такая абра-кадабра получилась. То есть вот это к нам откажут в вычете? Нет, вам не откажут, у вас все нормально. Нет, нет, вот что лучше отправить? А если вот тот вариант, да, потому что порядок выставления этих счетов фактуры, уже давно за ней борются налоговики, чтобы видеть, потребить последующего, как бы предыдущего, того, кто оказал услугу, чтобы они могли вот эти ситуации без комиссионера все равно проверить. Да, вот потому что очень большой упор, и я думаю, что, конечно, вот эти споры будут, безусловно. И они не обратят внимание на то, что нам сделали ксерокопии, нам все ксерокопии дали. Неважно, то есть вопрос перевоставления. Ксерокопии никакого отношения не имеет к вам, порядок есть, существует, да, вы принимаете к вычету не по, или они там, арендаторы, не по ксерокопии, они должны принять вычет по конкретному документу, ксерокопии здесь роли не играет. А счет фактуры тогда должна быть написана на них, но с учетом поставщика вот этого. Вот второе письмо, кстати, вот опять по агентским счетам фактурам тоже посмотрите. От 23 апреля 2012 года, 23 апреля 2012 года, номер письма 03-07-09-40. Короче, судебной практики пока нет, да? А ее когда возникнет? Только вот с апреля месяца порядок-то появился у нас. Вот только два квартала мы сейчас работаем с этим. Судебная практика появится года через 2-3. Во-первых, сейчас налоговики проверяют, не проверят, а изучат этот момент. И еще изучат его через год, не раньше. Это мы с вами изучаем все рано, они изучают это все поздно. Можно выбрать? Комуналочки еще? Понятно. Комуналочки можно выбрать? Сейчас, секунду. Акт тоже. Нет, а что вы имеете в виду? Акт на комиссионное вознаграждение? Пожалуйста. Нет, нет, вот это, допустим, выставили на счет фактуру за коммунальные услуги, а акт мы тоже предоставляли? Нет, здесь может быть два варианта. Вы можете и акт выставить, указать, и вы можете и отчете указать. Нет, почему? Здесь, в принципе, конечно, конечно, здесь только требование такое к счетам фактурам, потому что вы все равно, как комиссионер, через себя эту услугу проводите. Только к счетам фактурам это требование. Вопрос такой, в свое время писалось, если мы арендаторы, нам отдельно выставляют на аренду счет, акт, договор и так далее, и просто отдельно выставляют акт и счет фактуру и пишут, коммунальные услуги за такой-то месяц. НДС в свое время в зачет не брался. Ну вот эта ситуация и была, вот и получается, что если вы получите такой счет фактуру, то вы зачет не возьмете. Но это схема, вот я всегда говорю, есть три схемы коммунальных услуг, первая схема, постоянная переменная часть. Это первый вариант, я просто тогда скажу, а вы поймете, на каком. Постоянная переменная часть, вот как вы сказали, нормальный вариант, переменная по фактическим расчетам, от себя переписали счет фактуру, продали арендную плату вместе с коммунальными услугами. Счета фактуры могут быть разные, одна на постоянную, одна на переменную, без разницы. Первый вариант, нормально проходит все. Второй вариант, вот то, что касается агентства, я агент, вот он сейчас усложнился, этот вариант. Если я агент, то я, получается, продаю вам арендные услуги, а коммунальные платежи через агентство веду, но в этом случае теперь я должен переписать счет фактур, чтобы она была правильной. Перепишу своему арендатору неправильный счет фактур, он к вычету не возьмет. И третий вариант, который у нас все время и в крето и в кость идет, это вот это вечное возмещение. Арендную плату вы мне, пожалуйста, платите, а вот коммунальные платежи возмещайте. И в этой ситуации происходит, если это идет как элемент возмещения, ну вот представим себе, что я арендодатель, и я говорю своему арендатору, арендную плату мне платите, а коммунальные платежи вы мне будете в результате этого возмещать. Что в результате получается? Если он не возмещает, значит я никакую реализацию не осуществляю, я ему ничего не оказываю, я просто за него плачу, а он мне отдает эти деньги. Поэтому выпишу я ему счет фактуры, не выпишу счет фактуры, без разницы, вычета-то у него нет, потому что я ему никакую услугу не оказала. На самом деле даже эта ситуация, она все время идет на грани спора, потому что одни суды говорят, что в рамках этого, раз этот коммунальный платеж, он привязан к арендной плате, то давайте считать, что это та же самая сумма арендной платы. Это одни суды говорят, да? Другие говорят, это возмещение, возмещение вы не оказываете. И вот эта ситуация, она действительно вот так вот и балансирует. Я говорю, на какого налоговика порой попадете? Один суд одно говорит, другой другой. Но все-таки надо понимать, что, конечно, если это возмещение, то это проще я за тебя заплатил, верни мне деньги. Вот такой вариант. Я не имею права ему счет фактуру дать, а если я при этом ему дам счет фактуру коммунальных служб...